В эфире новости на 9 канале в студии Анжелика Авдеева. Здравствуйте! За выходные в Старом Осколе зарегистрировали 37 новых случаев COVID-19. Выросло и число смертей. Скончался 59-летний мужчина. Всего в городе по данным Оперштаба на сегодняшний день зарегистрировано 7333 заболевших. 6401 житель округа выписан в связи с выздоровлением. Общее количество смертей по причине коронавирусной инфекции в области 705. В Старом Осколе 125. С начала пандемии выявлено 39213 зараженных жителей Белгородчины. Почти 35 тысяч смогли победить болезнь. Сегодня 944 пациента находятся в стационарах. В том числе 27 в тяжелом состоянии подключено КВЛ. Около 350 тысяч жителей региона прошли первый этап вакцинации. Почти 250 тысяч получили и второй компонент. В день эколога и охраны окружающей среды в Белгороде в ботаническом саду НИУ БелГУ прошел праздничный круглый стол с участием Вячеслава Гладкова. Пригласили представители 15 крупнейших предприятий региона. Аграрный сектор Старого Оскола представляла компания «Прумагра», входящая в состав «Сибагра». Юные эко-активисты Белгорода вносят свой небольшой вклад в сохранение природы. Ребята поделились с Вячеславом Гладковым незаурядными идеями внедрения эко-грамотности. Например, установить арт-контейнеры для сбора пластика. На пляже в виде рыбки, в парке в форме листа. В Рио губернатор области с интересом расспросил о подробностях проектов. На встречу с Вячеславом Гладковым были приглашены представители 15 крупнейших предприятий региона и общественных эко-организаций. За круглым столом обсудили проблемы экологии, требующие первостепенного решения. Переработка отходов в сырьё, кормовые добавки, запахи, воздух, почва и, конечно же, вода. Сохранение водных объектов, очистка рек, допустимость сброса сточных вод. Возникают вопросы и проблемы с жителями, которые очень много пишут обращений. К счастью, уже в прошлом году, в этом году обращение снижается. Предприятия сегодня все, промышленного комплекса и промышленности, понимают, что обращения чаще всего связаны даже не с нарушениями, не с какими-то проблемами, а с отсутствием информации. Поэтому один из пунктов, который я просила бы всех, всё-таки усиливать эту работу. Агропромышленную сферу Старого Оскола на мероприятии представляла компания «Промагра», входящая в состав Сибагра. Безопасность окружающей среды – это общая забота нашего предприятия. Поэтому соблюдение требований экологической безопасности является обязательным условием. На нашем предприятии ведётся усиленный контроль за рациональным использованием природных ресурсов, за движением и накоплением размещения отходов как от производства, так и отходов животноводства. В результате обсуждения наметили план работы и договорились встретиться в конце июня, чтобы представить конкретные проекты по уменьшению воздействия на окружающую среду. Вы-то землю лучше знаете, потому что я человек новый, и проблематику вы лучше знаете. Вы выстраиваете, да, я прихожу со своим задачей, вы со своим визитом, мы накладываем друг на друга. И вот он, план работы. В завершении мероприятия глава области наградил благодарственными письмами представителей общественных эко-движений и организаций. Мария Шелепова, Сергей Кириченко, Ирина Чуликова, 9 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В России прошел единый государственный экзамен по математике профильного уровня. В Старомосколе решали тесты и задачи 763 11-классника и выпускника прошлых лет. От итогов написания госэкзаменов зависит выбор учебного заведения. Количество набранных баллов, можно сказать, определяют дальнейшую профессию, да и в целом направление в жизни. Я хочу уехать, добиться всего сам. Планируем Москва-Питер. Надеюсь, все получится. Родители подбадривают, сегодня настроили, все будет хорошо. Мы готовы. Все-таки два года упорных, таких трудоемких тренировок с учителями нам помогут. Мы надеемся на высокие результаты. Ну а что переживать? Все будет хорошо. Хочу в РГУ Косыгина, в Москву. Мне нравятся творческие мысли, мне нравятся творческие подходы. Я хочу с этим связать свою жизнь. Не переживают выпускники, потому что весь порядок прохождения ЕГЭ знают, как свои пять пальцев. Измерение температуры, обработка рук антисептиком, металлоискатель, проверка личности и сам экзамен. Ученик 11-го Б-класса школы номер 5 Алексей Радченко планирует связать жизнь с энергетической промышленностью. Чтобы поступить в выбранный вуз, ему необходимо набрать не менее 70 баллов по трем предметам – русский язык, математика и физика. Накануне перед экзаменом не отдыхал. Повторял материал. Конечно, решал, продолжил решать варианты. Смотрел с абстратки, что я раньше решал. Повторял сдачи, которые раньше были. Я надеюсь, что у меня всё получится, что я хорошо напишу. Антон Макухин из 40-й школы рассматривает направление IT и бизнес-информатики. В своих силах на экзамене уверен. Всё будет зависеть от того, как мы дадим экзамены. Но я думаю, что всё будет хорошо. Мы готовились два года усердно с учителями. Все подготовительные группы прошли. Всё будет хорошо. Больше 75, я думаю, точно будет. ЕГЭ по математике состоит из двух частей – тест и задачи. Всего 19 заданий. Длительность экзамена – 3 часа 55 минут. 27 баллов установленный минимум. Результаты по русскому языку и математике будут известны 23 июня. В городище Лада Гранта врезалась в уличный фонарь. В ДТП погиб пассажир. Трагедия случилась в 2 часа ночи 6 июня. По предварительной версии, виновником аварии мог стать заснувший за рулём 19-летний водитель. Он долго находился в пути и организм не выдержал. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 36-летняя женщина травмированы, а 38-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. 7 тысяч рублей удалось выручить благотворительному фонду «Обычное дело» на переработке пластика. Пять специализированных контейнеров были установлены в городе месяц назад. Первым делом помощь оказали Полине Ивановой. Для 7-летней девочки с ДЦП приобрели тренажёр. Воспитывает ребёнка в одиночку 73-летняя бабушка. Рукопомощь и обычное дело. Два благотворительных фонда объединили свои силы, чтобы помочь как можно большему количеству маленьких староскольцев. Первой подопечной, кто получил жизненно важный подарок – педальный тренажёр – стала Полина Иванова. Ну всё, пойду я тебя посажу, ладно? А то мне тяжело держать. Маму девочки во время беременности избил сожитель – экстренные роды. Малышка появилась на свет в 6 месяцев с весом меньше 700 граммов. Диагноз – ДЦП. Молодая женщина не оправилась от побоев и скончалась. Забота о Полине легла на плечи бабушки Людмилы Михайловны. В 73 года ей тяжело заниматься с ребёнком. Всё время носить на руках, делать массажи и зарядку. Облегчит жизнь вот такой специальный тренажёр. Полина сможет тренировать здесь как ручки, так и ножки. Купить его самостоятельно бабушка не могла. Икры, мышцы качать. Потому что я занимаюсь, но у меня уже сил таких нет. А то я вот привяжу, и мы будем кататься. Потому что атрофия мышц идёт, потому что она сама-то не ходит же. А так, если заниматься, а мышцы накачаются, она встанет. За последний год Полина стала лучше сидеть. Может постоять с опорой, да и в целом виден эффект от ежедневных занятий. Маленький яркий человечек покоряет всех, кому удаётся с ней поближе познакомиться. Аркадия Костюжова, руководителя благотворительного фонда «Обычное дело», так тронула история бабушки и девочки, что первая помощь была оказана именно им. В течение месяца, благодаря активному участию староскольцев в сдаче пластика на переработку, удалось собрать нужную сумму. Проект запущен, дело пошло. Общественность подключилась. На сегодняшний день мы сделали первый подарок Полине Ивановой – тренажёр для развития конечностей. То есть можно развивать как и ноги, так и руки. Данный тренажёр стоит около 5000 рублей. Сумму мы собрали в период за… в течение месяца. То есть сначала медленно это развивалось, а потом сейчас каждую неделю у нас получается полный контейнер. Контейнер – небольшая сумма, там где-то 300-400 рублей, но в зависимости от того, сколько люди бросают туда мусор. Помощь Полине – первый, но не последний совместный проект двух благотворительных фондов. С помощью такой акции мы собираемся в дальнейшем помочь девочке тяжелобольной, Космыниной Кристины. Она страдает эпилепсией и аутическим растворством. Ей требуется сейчас дорогостоящая проверка головного мозга. Стоимость пока 12 тысяч. А Полина и Иванова вместе с бабушкой совсем скоро поедут на очередную реабилитацию. Людмила Михайловна делает всё, чтобы поставить внучку на ноги. А главная цель – успеть найти Полине любящую семью. Самое главное нужно, чтобы она пошла. И всё. Потому что я уже старая. Заниматься с ней никто не хочет заниматься. Любящих родителей, чтобы занимались, чтобы поставили девочку на ноги. Познакомиться с Полиной или оказать семье помощь можно, позвонив по телефону 8-950-713-91-14. Анастасия Иконникова, Александр Гончаров, Ирина Чуликова, 9 канал. Она любит маракас. В эти выходные Старый Оскол принимал областную спартакиаду по лёгкой атлетике. Команды от 22 муниципалитетов региона собрались на стадионе труд. 208 спортсменов боролись за право назваться сильнейшими. О том, как проходили состязания, что им мешало и кто взошёл на пьедестал почёта в нашем репортаже. Честной борьбы и красивых побед желали спортсменам на открытии спартакиады Белгородской области по лёгкой атлетике. Разрешите от всей души поздравить вам с начала спартакиада по лёгкой атлетике. Занимайтесь лёгкой атлетикой, выполняйте нормы комплекса ГТО и удачных вам стартов. Однако погода решила добавить экстрима. Погода не очень хорошая для соревнований, так как ветрено, дождик собирается, прохладненько. Желательно, чтобы было потеплее. Но, несмотря на холод и сырость, спартакиада состоялась. В рамках спартакиада у нас проходит чемпионат области полёта и атлетики, который принимает все муниципалитеты Белгородской области и состав 208 человек. Это будет не один день, у нас два дня это проходит. Если у нас муниципалитет не участвует, он получает штрафные баллы. Поэтому все мотивированы, чтобы все приехать и участвовать. На состязаниях представлены те виды спорта, которые активно развиваются в Белгородской области. Ангелина Быковская выступает за старо-скользкую команду не только в беге, но и в толкании ядра, прыжках, высоту. Я, в общем, многоборка. Я делаю 7 видов, так что у меня всё. Самое сложное в беге с препятствиями – не испортить старт. Фальстарт не сделать самое главное. Я надеюсь, что наша команда выиграет эти соревнования. В победу верила не только Ангелина. Занимаюсь атлетикой 8 лет. Прыгаем тройной, прыгаем длину. Раньше прыгала в высоту, а начинала вообще с бегу. Ну, как-то нашла себя в прыжках. Притяжение какое-то. Магнит тянет к песку. В стимбеге надо набрать какой-то темп, скорость набрать, чтобы вперёд пробежать. Это техника тоже. Прыжки. Ты занимаешься штангой, накачиваешь себя. Только мы и выиграем. Выигрывать оказалось непросто. И дело не только в погоде. Основной соперник у старого оскола сильный – Белгород. Но и в нашем округе подрастает достойная молодёжь. 13-летнюю Полину Колтакову тренеры считают перспективной. Девочка занимается лёгкой атлетикой с 9 лет. И в прыжках в высоту уже есть успехи. Первую взрослую выполнила и норматив на Россию. Через годика три хочется стать мастером спорта. Свою соперницей считаю Смолеву Алену из города Губкин. Сегодня у нас будет соперничество между Губкиным и Осколом. По итогам чемпионата фаворитом стала старооскольская команда. 328 очков. С отрывом 4 очка сереброза воевали белгородцы. Губкинцы, получив 285 очков, увезли бронзу. Лариса Ульяненко, Александр Гончаров, Ирина Чуликова, 9 канал. Оскол поплыл. В местных пабликах и интернете появляются фото и видео стихийных рек и озер на дорогах. И если верить прогнозу погоды, дожди только начинаются. По данным Гесметио, до конца июня над Старооскольским округом будут сгущаться тучи. Ожидаются грозы и дожди. Температура воздуха будет держаться в районе 22 градусов днём и около 17 градусов ночью. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Ирина Чуликова. Здравствуйте. Прошедшие выходные атмосферный вихрь обусловил в Черноземье облачную с прояснениями погоду. Прошли кратковременные дожди, местами сильные. В целом, хорошее увлажнение получила почти вся территория региона. Всю рабочую неделю атмосферный вихрь продолжит висеть над Черноземьем. Погода обретёт выраженный суточный ход. Днём местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром при прояснениях дымка и туман. По данным гидрометцентра, 8 июня в Старомосколе переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днём около 22 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 3,5 метра в секунду. Ночью плюс 12, плюс 14. Атмосферное давление 740-742 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова